МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Доброе утро! Этот день с вами начинаем мы, Рустем Каримулин. И Ассоль Мухамедзянова. Сегодня 17 мая, четверг. Надеемся, что утро, проведенное с нами, будет полезным и интересным. Тем для разговора много, и вот только некоторые из них. Здоровье в дорогу. Какие прививки нужно сделать перед поездкой за границу? Забери меня, мама. Рассказ о Денисе, которому очень нужна семья. Советы юриста. Кому нужен брачный договор? В преддверии летних отпусков, когда многие задумываются о заграничных путешествиях, врачи рекомендуют внимательно отнестись к выбору страны. Есть риск вместо приятных впечатлений привести оттуда самые разные заболевания. Особенно если вы собираетесь в экзотические страны. Поэтому внимательно посмотрите наш следующий сюжет и заранее подумайте о профилактических прививках. В поисках лучшего тура отпускники порой не вспоминают о настоятельной рекомендации врачей делать прививки перед поездкой в дальние страны. Многие начинают думать об этом уже практически перед вылетом, а затем узнают, что прививаться надо было за месяц до поездки. На традиционный русский авось полагаться нельзя, если дело касается детей. Так, прививка от брюшного тифа рекомендована отправляющимся в Индию, Австралию, страны Азии и Северную Америку. Прививки от столбника, дифтерии и коклюша врачи рекомендуют делать их за 28 дней до поездки в Португалию, Сербию, Хорватию, Болгарию, Кипр, Израиль и Италию. Вакцинация от бешенства актуальна в поездках в Китай, Индию, Таиланд, страны Южной Америки и Вьетнам, где очень много бродячих собак. И еще одна рекомендация от врачей. Внимательно следите за рационом питания в экзотических странах. В каждой экзотической стране, конечно, можно найти, что покушать у ребенка. В каждой стране есть русские рестораны. Просто тот момент, что нужно пойти, докуда дойти, выбрать то кафе, где качественно кормят. Конечно, там не бывает молочных кашек для детей, да, таких вещей. Но если ребенок уже взрослый, желудочек у него достаточно переваривает, да, но не каждый ребенок любит роллы, там какие-то, жаренности, паренности, приправы. То есть вот в этом специфике то, на что внимание обращают именно, когда приезжают родители в тот момент, что им приходилось думать, где покушать, куда сходить. Чтобы ваш отпуск прошел безопасно и спокойно, проанализируйте все плюсы и минусы. И лишь тогда делайте выбор. Наш город горд тем, что у нас в прошлом году зародился и стал всероссийским фестиваль «Добрая волна». Масштабный фестиваль уникален. Именитые артисты совместно с воспитанниками Академии популярной музыки Игоря Крутого исполняют мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, достигшими высоких результатов в творчестве. О фестивале «Добрая волна» и о начале отбора участников говорим этим утром с начальником Управления культуры исполнительного комитета Казани Азатом Абзаловым. Доброе утро. Доброе утро. Азат Искандерович, галоконцерт первого фестиваля в ноябре прошлого года стал настоящим событием. Сейчас к нему присоединяются другие города, верно? Совершенно верно говорить. В прошлом году осенью по инициативе мэра Казани Сурайевича Метшина и народного артиста Игоря Крутого, народного артиста России зародился культурно-благотворительный фестиваль «Добрая волна». И он в этом году уже приобретает общефедеральный формат. К нашему городу присоединились еще 9 городов России. И это не только города, это целые регионы, в которых пройдут отборы. И финалом этих отборов, я уверен, станет Казань, как в прошлом году. А как будут проходить отборочные туры и как на них заявиться? Совершенно простая процедура регистрации. Есть соответствующий сайт добраяволна.ру, и есть почта добраяволна.ru, на которую можно отправить заявку. На сайте можно посмотреть положение, а условия совершенно простые. Это три категории, в которых можно поучаствовать. Это вокал, это хореография, это оригинальный жанр. Детишек мы приглашаем с 9 до 16 лет, но если есть уникальные номера, мы, конечно же, будем смотреть и другую возрастную категорию. Поэтому приглашаем всех к участию, максимально заявиться о себе. А в каких категориях будут участвовать дети? Категории, прежде всего, повторюсь, это вокальное творчество, это хореография, это оригинальный жанр. И девизом этого фестиваля является «Исполняй мечты». И мы приглашаем детей и с ограниченными возможностями, и находящихся в трудной жизненной ситуации. Наравне с ребятами, со всеми, с здоровыми, можно не смотреть на свои ограничения. Важно то, что в фестивале можно принять участие, показать свое творчество, если ты способен рассказать о себе. И это очень важно, чтобы прийти и заявить о себе. Вот это для нас самое главное. В прошлом году на галоконцерте была приглашенная звезда Анита Цой. В этом году кого ждать? В прошлом году была не только Анита Цой, было и Пресняков. Ну, в общем, на самом деле, было множество, целый рост артистов. Но самое главное то, что в этом году по положению фестиваля отобраны, представлены послы Доброй Волны. И в этом году уже подтвердили свое участие Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и наши соотечественцы Дина Гарипова. Мы будем рады их приветствовать, потому что они будут продвигать фестиваль на своих концертах, со своими проектами. И это очень важно, когда ребята вместе с именитыми артистами могут находиться на одной сцене и рассказывать о себе, представлять свое творчество. Вот это самое главное. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям. До 3 июня, как вы сказали, можно заявить. Да, вот в понедельник стартовалась отборочная кампания. И с 14 мая открыт прием заявок. И до 3 июня мы ждем все заявки. Заявки совершенно простые. Надо заполнить небольшую анкету. Назвать свою фамилию, имя, отчество, возраст и в каком направлении занимаешься. Ну и представить небольшой ролик, если есть такая возможность. Все в положении прописано. Надо его прочитать внимательно. Мы ждем заявки. Спасибо вам большое за то, что вы даете детям с ограниченными возможностями, как старта в жизни. И что у них есть возможность реализовать свои творческие способности. И будем надеяться, что фестивали в этом году подарят вам и творческих людей, и детишек. И, конечно, ждем галоконцерта грандиозного. Мы назначили дату галоконцерта 30 ноября, когда ребята со всей страны приедут в Казань, лучшие в своем направлении, лучшие в своей категории, и представят свое творчество вместе с послами доброй волны. А с площадкой уже определились? Ну, один из лучших концертных залов. Мы сейчас в стадии переговоров находимся. Но это один из лучших концертных залов в городе когда-нибудь. Не сомневаемся, что все это будет грандиозно и феерично. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. И до новых встреч. Мы, думаю, еще не раз с вами пообщаемся. Ждем всех на площадке фестиваля. Спасибо. Спасибо вам большое и успехов вам. А сейчас небольшой блок рекламы. Не переключайтесь. Впереди очень много интересного. Доброе утро. Это программа «Здравствуйте». Дорогие друзья, мы приготовили для вас сюрприз. Буквально через несколько минут мы разыграем вот этот пригласительный на детское представление «Елка-2», номер прямого эфира. Мы напомним чуть позже. Ну, а пока традиционное время гороскопа в нашей программе. Начнем. Овны. В делах сердечных вас ждут прекрасные перспективы, но, возможно, и трудности. Затем вы можете поссориться со своей пассией из-за материальных проблем. Не стоит из-за этого ссориться. Ни в коем случае. Тельцы. Очень хороший день во всех отношениях. Единственное, что требуется от вас – внимательно относиться к своему самочувствию и не слишком увлекаться тем, что может нанести ущерб организму. Вот так организм и здоровье лучше беречь. Близнецы. В целом, неплохой день, но провести большую его часть лучше за работой. Сегодня звезды вряд ли будут покровительствовать лентяем и бездельникам, сколь бы веселыми и очаровательными они ни были. Но трудиться осталось недолго, буквально сегодня и завтра. Впереди выходные, так что можно и поработать. Раки. Выходя из дома, прихватите с собой на всякий случай побольше денег. Сегодня высока вероятность удачных приобретений, в том числе незапланированных. Здорово, если бы гороскоп сказал еще за грампаспорт, а вы захватите, но на всякий случай. И поту. Каждый лев сегодня обладает богатым набором достоинств и недостатков, поэтому постоянно оказывается перед выбором линии поведения. Возможно, конфликты с начальством и членами семьи. Держите себя в руках, пожалуйста. Девы, вполне вероятно, что сегодня ваша вторая половина найдет, в чем вас упрекнуть. Всплывут старые обиды и недовольства вашей хронической занятостью. Постарайтесь исправить положение, уделите внимание любимым людям. Каждый родитель мечтает вырастить талантливого и развитого ребенка. Однако стоит помнить, что полагаться только на многочисленные кружки и секции не стоит. Даже игры, подобранные с умом, помогают разбивать детей. Проявите фантазию и из подручных материалов можно приготовить материалы для мозаики. Смотрите, как это можно сделать. Развитие ребенка Развитие ребенка – важная тема для каждой любящей мамы. Но как сделать так, чтобы занятия с малышом не превратились в рутину, а были увлекательными и интересными? Сегодня мы хотим обратить ваше внимание на простую, но очень полезную игру – мозаику. Ее роль в развитии ребенка трудно переоценить. Она развивает мелкую моторику, внимание, мышление и воображение. Предлагаем вам прекрасную идею для совместного творчества с детьми – мозаику из коктейльных трубочек. Итак, приступим. Для работы вам понадобятся коктейльные трубочки, пластилин и картонные шаблоны. Мы решили создать царевну лягушку и симпатичную стрекозу. Сначала нарезаем трубочки на маленькие кружочки, которые и будут составлять основу нашей мозаики. Вы можете играть с цветом и выбирать с ребенком тот, который ему больше по душе. Затем нам понадобится пластилин. Размяв его в руках, наносим на шаблон и равномерно распределяем по картону. Основа для мозаики готова. Теперь можно приступать к самому интересному. Выкладываем как мозаику нарезанные коктейльные трубочки и вдавливаем их в пластилин. Желательно делать это от края к центру. Не забудьте сделать глазки с помощью пластилина другого цвета. Осталось только вырезать корону, и наша царевна будет готова к поискам своего принца. То же самое проделайте с шаблоном стрекозы. Не забывайте в процессе творчества общаться с ребенком, вместе придумывая и разрабатывая сюжеты для будущей игры. Надеемся, что наши идеи подарят вам и вашему малышу много радостных творческих минут и помогут стать еще ближе друг к другу. В рамках недели добра завтра в Казани пройдет благотворительный фестиваль «Город мастеров» для детей с ограниченными возможностями здоровья. О целях фестиваля и кто в нем будет участвовать, говорим с директором благотворительного фонда «Трамплин» Эльвирой Осокиной и Еленой Ходовой, руководителем программы развития фонда. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Как родилась идея проведения такого фестиваля? Расскажите, пожалуйста. Ну, здесь нужно начать с того, что команда нашего фонда, фонда «Трамплин» работает с детьми с нарушением интеллекта. Мы создали программу развития для детей с нарушениями интеллекта. И в течение учебного года, с сентября по май, эта программа активно работала, и еженедельно 22 педагога приходили к детям и занимались с ними дополнительным развитием. Занятия творчеством и спортом – это основные два кита, на которых здесь ждется наша программа развития. Вот, и Лена, может рассказать более подробно, какие это занятия, и затем уже мы ответим на ваш вопрос. Да, это занятия для развития интеллекта детей, такие как хоровое пение, прикладное творчество, живопись, театральное мастерство. А дети на этих занятиях раскрепощаются, так как это социально в основном неадаптированные дети. Также у нас есть занятия спортом, греко-римская борьба, дыхательная гимнастика, современные танцы. Да, и они учатся чувствовать свое тело, управлять своими эмоциями, а для них это тоже очень важно. И общаться между собой, да, что немаловажно. Общаться между собой, и самая главная наша задача – это социализация детей. Наш слоган – это «Подарим детям крылья», и называемся мы трамплин, потому как мы даем возможность детям взлететь во взрослую жизнь. Проблема в том, что они очень в замкнутом пространстве живут в своих школах, школах-интернатах, тем более, что, как Лена сказала, у нас очень много детей из неблагополучных семей. Соответственно, их кругозор очень узкий, и нужно им помочь выйти в мир, во взрослый мир, и обладать какими-то навыками взаимодействия с этим миром. И вот фестиваль талантов – это некий отчетный концерт, некий финал нашей программы развития. Мы собрали лучшие номера, отобрали… у нас все лучшие номера, но мы отобрали самые-самые яркие для того, чтобы показать и дать возможность детям выступить как настоящим артистам, чтобы подонести до них, что их таланты, а у этих детей талантов огромное количество, их просто нужно найти, увидеть и создать условия для их развития. Помочь раскрыться. Помочь раскрыться, да. И фестиваль талантов – идея родилась из обычного отчетного концерта в школе, мы все-таки развили эту идею до более глобального, и приглашаем наших партнеров, приглашаем наших благотворителей, приглашаем администрацию города для того, чтобы показать, что это за дети, что они умеют, сделать отчетный концерт команды фонда, да, чтобы увидели нашу работу и посмотрели на то, на что способны наши дети. А у них, безусловно, огромное количество способностей, несмотря на их ограничения по здоровью. Фестиваль называется «Город мастеров». «Город мастеров». Правильно ли мы понимаем, что там будут запланированы еще какие-то площадки, помимо творческих, помимо концертной программы? Да, Рустем, совершенно верно. «Город мастеров», потому как, повторюсь, наша задача – дать профессию детям и дать им понимание, что они в этом мире, они нужны, они важны, они могут применить свои навыки. И в рамках нашего фестиваля завтра будут и мастер-классы, которые проводят сами дети. Живопись, прикладное творчество, рисование, создание кукол-оберегов, вышивка на тюбетейках, выставка картин детей, потому что у нас есть потрясающие просто работы, которые делают дети масляными красками, акриловыми красками, выставка их поделок, концертная программа и результат работы спортивных секций, результат работы театральных студий. Будет очень интересно, и я приглашаю и вас, и всех наших уважаемых зрителей, потому как, поверьте, вы получите массу удовольствия, позитива, заряда энергии, и узнаете, что совсем рядом с нами живут люди, может быть, с меньшим количеством данных, но с огромным количеством талантов. А куда будут направлены вырученные средства? Конечно же, все средства, которые мы соберем с помощью этого фестиваля, вот сейчас это активно происходит, они будут вложены снова в программу развития, потому как этот учебный год заканчивается, но совсем скоро начнется новый учебный год. И программа развития требует ежемесячных расходов, и для ее содержания мы и собираем денежные средства, делаем это регулярно. Мы благодарим вас за благое дело, которое вы делаете, что помогаете таким деткам, помогаете им развиваться. Удачной работы в фестивале, и благодарных участников, конечно же, и детям вашим, вашим ученикам мы желаем успехов и удачи во всем. А мы ждем вас и ждем всех желающих. Приходите, пожалуйста. Обязательно придем. Спасибо большое. Ну, а сейчас обещанный сюрприз для наших телезрителей. Мы разыграем вот этот пригласительный билет на детское представление «Елка-2» в Корстен. Вам всего лишь нужно ответить на совсем простой вопрос и дозвониться до нас по номеру 570-50-75. Рустем, вопрос? Внимание, вопрос. А в какой день до введения юлианского календаря в Древнем Риме отмечали Новый год? 570-50-75. Ждем ваших звонков и надеемся, уже в ближайшее время у нас появятся победители, этот пригласительный достанется. Именно вам звоните. Ждем. А если вы сегодня решили остаться дома, то на нашем канале очень много интересных программ для вас. Сохранение народных традиций, рассказ об историческом и культурном наследии республики, воспитание уважения к языку, фольклору, музыке. Татарский национальный театр и его задачи в современном мире. Каравай. Смотрите сегодня в 13.00 на ТНВ. Математикой общественный деятель. Он прожил насыщенную жизнь. При его ректорстве Казанский университет стал известен на всю Россию. Открылись новые кафедры, началась застройка университетского городка. Николай Лобачевский. Рыцарь Вечности. Сегодня на ТНВ. Фильм снят по повести Валерия Брюсова «Последние страницы из дневника женщины». Героиня истории – незаурядная, красивая и умная, лишенная предрассудков. Она вышла замуж совсем юной, а теперь стремится лишь к свободе и независимости. Вера Сотникова, Валерий Золотухин, Нина Русланова в фильме «Захочу, полюблю». Сегодня в 21.00. Здравствуйте, мы продолжаем. И у нас продолжается розыгрыш. И у нас есть звонок. А, да, до этого повторим вопрос. В какой день? До введения юлианского календаря в Древнем Риме отмечали Новый год. И у нас есть звонок, как нам подсказывают. Алло, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, как вас зовут? Извиня, Валя Ахметовна меня зовут. Очень приятно. Итак, ваш ответ. Первого сентября. Да, да, да. И у нас есть победительница. Мы вас поздравляем. Вот этот пригласитель на 1 июня на детское представление «Елка-2» достанется вам. Не кладите трубочку, он расскажет, как можно будет получить ваш приз. Мы вас еще раз поздравляем. Это, по-моему, замечательно. Вот так вот первый звонок и сразу же у нас победительница. Ну что, мы на этом продолжаем нашу программу небольшим блоком рекламы. Она будет недолго, ни в коем случае не переключайтесь. Впереди масса интересного. Доброе утро. Мы продолжаем программу рассказом о готовности Казани к главному спортивному событию года. Чемпионату мира по футболу, который начнется без малого через месяц. О готовности транспортной инфраструктуры города к иммунидиалю наши коллеги говорили с заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Датарстан Андреем Егоровым. Все работы планируют завершить до 1 июня по протокольным маршрутам. То есть это основная нагрузка, которая ложится на наших дорожников. Протокольная часть, следование клиентских групп, основное следование гостей города, особо охраняемых персон. Поэтому в данном случае эти работы будут завершены к 1 июня. Время чемпионата движения в городе каким будет? Не будет ли пробок, перекрытие дорог? Как будет транспорт функционировать? Перекрытия будут. Как вы знаете, 7 мая состоялся тестовый матч. Все жители города Казани на себя ощутили те сложности и те требования, которые предъявляются к чемпионату мира. Поэтому требования по перекрытию дорог, последняя миля, которая вводит свои ограничения, конечно же они будут. В дни проведения матчей это будет за 3 часа до начала игры. И 2 часа после игры перекрытие будет касаться района вокруг стадиона. У нас все маршруты городского общественного транспорта отнесены к категории спортивных маршрутов. Поэтому маршруты спортивных соревнований. На них, на всех будет предоставлено право бесплатного проезда в дни проведения игр при предъявлении билета. Поэтому каких-либо дополнительных специальных маршрутов не вводится. За исключением 4 шаттлов, которые вводятся для удобства горожан и гостей города, которые будут курсировать от аэропорта до стадиона, от фан-зоны до стадиона, от объектов транспортной инфраструктуры. Шаттлы что такое? Это специальный автобусный маршрут, который разработан к чемпионату мира, который для удобства болельщиков доставит их уже непосредственно к месту проведения игры или же непосредственно на фан-зону. Город на сегодняшний день готов. Специально в преддверии Кубка Конфедерации и Чемпионата мира Казань провела большую работу. Транспортный комплекс Казани по обновлению подвижного состава. Были обновлены автобусы, трамваи. Кроме этого, наше специализированное предприятие, которое выиграло право обслуживать город Казань, а помимо Казани, это еще Самара и Екатеринбург, компания «Буревестник», приобрела уже соответствующий парк туристических автобусов. На сегодняшний день число транспортных средств этой компании составляет 150. Поэтому есть полная уверенность, что чемпионат будет обслужен на очень высоком уровне. Продолжаем программу и на очереди у нас юридические советы. 600 тысяч долларов за каждый год без наркотиков, обязанность сопровождать мужа в полете на другие планеты, 5 миллионов за измену. Что только не встретишь в брачных договорах тех, кому действительно есть что терять. Да, речь идет не просто о богатых людях за границей, но и эпатажных представителях шоу-бизнеса. В нашей стране брачные контракты также могут быть заключены. Что в них указывается и для чего это делается, узнаем у специалиста. Доброе утро, Руслан Емельевич. Здравствуйте. Словосочетание «брачный контракт» слышали все, но я думаю, немногие представляют, что это такое. В чем же суть брачного контракта и что там обычно прописывают? Брачный контракт служит защитой имущественных прав супругов. В нем прописывается, какое имущество остается за супругами после расторжения брака. Из юридической практики, кто обычно составляет такие договоры и кому об этом стоит подумать? Обычно данного рода контракты составляют люди, которые переживают за свое имущество, когда, возможно, брак будет расторгнут. Либо данного рода договоры заключают иностранные граждане, которые заключают брак с гражданами РФ. Так как для граждан других стран заключение подобного рода договоров – обычное явление. Ну что, спасибо большое. Будем надеяться, что ваши советы упростят кому-то жизнь. А вот мне вдруг стало интересно, а брачный контракт можно прописать в него? Обязательно умение готовить вкусные блюда. Можно такое? Ну, ты знаешь, за границей, думаю, такие чудаки найдутся. Продолжим кулинарной темой? Я думаю, да. Приятного аппетита всем, кто только собирается приступать к завтраку. А домохозяекам, планирующим меню для домочадцев, рекомендуем обратить внимание на рецепт приготовления пасты с грибами и креветками. Паста или, как у нас по привычке говорят, макароны – всемирные известные изделия из теста, визитная карточка итальянской кухни. Побалуйте себя и своих близких этим блюдом. Рецепт несложный, а вкус у такой пасты будет отменным. Для приготовления этого блюда понадобится паста фетучини, 200 граммов очищенных креветок, 3 штуки шампиньонов, 30 граммов красного перца, 3 зубчика чеснока, 30 граммов пармезана, оливковое масло, черный перец и сушеный базилик. Почистите и мелко нарежьте чеснок. Обжарьте его на оливковом масле. Добавьте креветки. Измельчите черный перец, базилик и соль. Добавьте к креветкам и слегка обжарьте. Мелко нарежьте красный перец и слегка обжарьте. Нарежьте и обжарьте грибы отдельно на той же сковородке. Добавьте грибам креветки с перцем и перемешайте. Отварите пасту. Смешайте пасту с начинкой. Добавьте пармезан. Приятного аппетита! Боже, мне кажется, это настолько вкусно. И ты знаешь, я что поняла. Для того, чтобы почувствовать себя в Италии, вовсе не обязательно покупать путевку. Вот приготовил себе такое, в принципе, незамысловатое блюдо, да, и наслаждайся итальянской кухней. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот когда я начинаю готовить по видео, которое я вижу, у меня всегда вот эти самые известные интернет-картинки ожиданий реальности. Потому что, да, та паста, которая была показана на экране, у меня была бы в виде, ну, она бы выглядела, знаешь, как какая вкусная каша. Лучше доверься профессионалам, пусть супруга готовит, а ты ей денежку зарабатывай. Ну, спасибо большое. Я тут, знаешь, про таланты свои, значит, да, стараюсь? Ты лучше работай, работай, давай. Продолжай. Замечено. Когда человек заходит в помещение, то первый взгляд он бросает на ближайшее окно. А оно привлекает дизайном и пейзажем, которые находятся за ним. Поэтому грамотный дизайн окна способен подчеркнуть стиль комнаты и придать ей завершенность. В этом помогают шторы. Их используют не только для защиты от солнечного света или сторонних глаз. Шторы – элемент интерьера, дополняющий ансамбль мебели и отделки. Учимся их правильно выбирать. Доброе утро. Должны ли занавески касаться пола? Какие шторы подойдут в маленькую комнату? А какие сделают уютную большую? Сегодня мы поговорим, как правильно выбрать шторы. Смотрите. В первую очередь нужно учитывать общий стиль интерьера. Шторы должны в него вписываться. Также важны габариты окна, расположение мебели и цвет обоев. Если комната невысокая, ну, если стены, допустим, невысокие, то лучше не делать карниз от угла до угла, а сделать его, наоборот, более узким для того, чтобы подчеркнуть именно высоту комнаты. И можно еще использовать, допустим, такие ткани, как полоску или взять ткань в драпировку, опять-таки, для того, чтобы вот эти вот, ну, увеличить высоту комнаты, подчеркнуть. Отличный вариант для любого интерьера – шторы нейтральных цветов. Песочный, бежевый, кремовый или натуральные оттенки подойдут к любому стилю. Такие занавески смотрятся красиво и ненавязчиво. Если комната большая, то как раз-таки можно сделать карниз, например, широкий, да, там от стены до стены, завесить тканями. Можно сделать в несколько слоев оформления – это вот как раз-таки декоративные, рабочие портьеры и тюлевые оформления. Отличным дополнением к таким портьерам будут детали – ламбрикены, кисточки, зажимы. Также не стоит забывать о правильном расчете высоты штор. Бывает так, что некоторые ткани требуют, чтобы их положили на пол, и тогда можно увидеть всю ее красоту. В драпировке, да, бывает это уместно, но в нашем случае, наверное, это непрактично. И многие не любят, когда шторы касаются пола. Поэтому мы всегда, в принципе, стараемся делать либо в пол, либо сантиметр от пола. Мне кажется, это самое оптимальное решение. Учитывайте все сказанные нюансы и выбирайте шторы внимательно. Приложив совсем немного фантазии и добавив кусочек души, можно украсить свою квартиру так, что будете и радоваться сами, и радовать своих гостей прекрасными интерьерами. Ну что ж, наша программа продолжается. Осталось несколько важных и полезных советов, которые мы собираемся вам дать этим утром. И первые советы – это анонс культурных событий в нашем городе. Слово Камиле Хакимулиной. Доброе утро! Сегодня 17 мая, и с вами, как всегда, Камила Хакимулина. Прямо сейчас вас ждет рассказ о двух замечательных концертах. Все подробности через пару секунд. В Казани выступит Элвин Грей. Один из самых популярных татаро-башкирских исполнителей покорил сердца тысячи поклонников. И не только на родине, но и за ее пределами. Жители столицы увидят его новое фантастическое концертное шоу. Выступление группы Wild Ways в Казани. Пришло время нарушить молчание. Этой весной Wild Ways презентует новую пластинку. Поэтому отмечайте Day X в своих календарях и считайте дни. Ведь кто знает, возможно, это конец целой истории. Интересный намечается вечер, но не будем останавливаться. Впереди вас ждут два анонса очень интересных гостей, которые скрасит ваш вечер. Бесплатный концерт поэтессы Ах Астаховой. Любители ее творчества не упустите шанс встретиться с одной из самых востребованных поэтов в современном русскоязычном пространстве. Она прочтет все лучшее, а также представит новые сочинения. В каком бы городе России и ближнего зарубежья не выступала Астахова, ее вечера всегда собирают полные залы. Встречайте в Казани стендап и битбокс-шоу. Весь вечер на сцене горячо любимой женской аудитории и не менее уважаемой сильной половиной человечества резидент Александр Шаляпин. Уроженец Подмосковья, душевный и обаятельный Шаляпин, мастерски рассказывает невероятные истории обо всем на свете, украшая их битбоксом. Из всего многообразия казанских событий мы выбираем лучшие. Смотрите нашу рубрику каждое утро. Увидимся в пятницу. А еще я хотел бы напомнить нашим телезрителям, что начиная с сегодняшнего дня в Казани проходит четвертьфинальный этап игр Первой Лиги Международного Союза КВ. В течение трех дней 17, 18 и 19 мая в концертном зале «Уникс» команды со всей Россией будут бороться за места в полуфинале. Так что если хотите хорошее настроение, идем на КВ. Да, и кстати говоря, там участвует команда из Татарстана, так что прийти и поддержать своих, я думаю, тоже самое то. Ну а теперь завершим предсказаниями астрологов. Прислушайтесь, если верите в них, и настраивайтесь на этот четверг. Весы. Лучший способ порадовать любимого человека, который сегодня очень и очень нуждается в вашем внимании, отправиться вместе с ним в романтическое путешествие. Неплохо пройдет и вечер, проведенный в компании друзей. Ну, мне кажется, вечер, проведенный в компании друзей, он всегда настроение поднимает, и потом можно вместе с друзьями отправиться в путешествие. Почему бы нет? Выходные скоро. Скорпионы, у вас сегодня день сомнительных трудовых успехов. Увы, вы потратите немало силы, кое-чего добьетесь, но придется признать, что истинные ваши стремления являются совершенно иными. Но деньги все равно нужно зарабатывать, так что трудитесь, не покладая рук. Стрельцы, у вас день чреват конфликтными ситуациями, но если вы избежите столкновений с родственниками в первые половины дня, то можете надеяться на спокойный вечер в кругу семьи. В общем, нужно аккуратно, так осторожно, огибая все углы, спокойно провести день. Найдите общую середину, пожалуйста. Главным врагом козерогов станет рассеянность. Нежелательно заниматься несколькими делами одновременно. Трудно будет переключаться с одной задачи на другую. В какой-то момент просто сядьте, расслабьтесь и найдите выход из ситуации. Да, в любой сложной ситуации лучше остановиться, выдохнуть и осмотреться. Водолею. Отличительными чертами водолеев сегодня становится раздражительность, негибкость, упрямство. Возможно также агрессивность, склонность к ревности, зависти, критиканство и мести. Помните об этом в отношении с людьми. Это какой-то мрачный, какой-то гороскоп. Нужно всем сказать, чтобы сегодня, нужно быть спокойнее. Лучше водолеям об этом сказать. Рыбы, у вас благоприятны сложные финансовые операции, заключения, договоров, браков. Не торопитесь брать отпуск за свой счет, а просто постепенно снижайте деловую активность. И астрологи рекомендуют умело выбирать себе друзей и постараться не создавать врагов. Мне кажется, вот этот совет, он подойдет для представителей всех знаков гороскопа. Это точно. Мы займем еще несколько минут вашего внимания в важной информации о погоде. Природа продолжает радовать нас теплом. И Дэниор Кинжаев уже вышел с нами на связь и готов рассказать прогноз на сегодняшний день. Привет, Дэниор. Дэниор, привет, привет. Привет, привет, ребят. Всем здрасте и доброе утро. Я, как обычно, с самого раннего утра рассказываю вам о погоде в Казани. Но для начала я хочу рассказать вам пару интересных народных примет, которые связаны именно с этим днем. Что ж, давайте начнем. Сегодня 17 мая и в старину крестьяне именно в этот день занимались подготовкой материала для того, чтобы из этого материала в последующем изготавливать деревянные ложки. А если вот вы не профессионал, но хотите собственноручно изготовить деревянные ложки, то для этих нужд вам потребуется специальное дерево, мягкое, под названием липа. А вот профессионалы своего дела для этих нужд используют более твердые сорта деревьев, такие как сосна и вишня. Ну а теперь о погоде в Казани. Сегодня температура воздуха днем прогреется аж до 24 градусов. Вечером будет чуточку прохладнее, плюс 20 градусов. Целый день будет переменная облачность, но, к счастью, без осадков. У меня на этом все, друзья. Всем отличного настроения. Согревайте себя и своих близких. Пока! Спасибо, Даниэр, вот за такой вот позитивный солнечный прогноз. Несмотря на то, что синоптики обещают уже в ближайшие дни дожди, усиление ветра и даже грозы. Но если гроза не была в начале мая, пусть она будет ближе к концу. Почему бы нет? Может быть, пыль прибьет. И тем не менее, лето буквально скоро, скоро уже вступит в свои права и будет радовать нас своей прекрасной погодой. И все уже расцветает. А какой аромат на улице. Да, ну и очень надеемся, что совет Даниэра согревать себя и своих близких пригодится, ну, по крайней мере, летом редко. Да. Ну что, друзья, завтра в нашей программе вы увидите много интересного и полезного. Что именно? Смотрите. А наша программа на этом завершается. Что желающим посмотреть повторы нашей программы, вы можете сделать это на официальном сайте www.tnv.ru Сегодня с вами были Рустем Каримулин и Ассоль Бухамедзянова. Мы желаем вам отличного дня. Впереди уже совсем скоро выходные, так что уже можно начинать подготавливаться, строить планы на субботу и воскресенье. Мы вам желаем прекрасного настроения. Встретимся завтра на АТНВ. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!